Привет всем! Мы рады приветствовать вас в новом выпуске молодежной программы «Мое будущее». И с вами снова мы, ее бессменная ведущая, я Лаура Ривер. Всем привет! И я Михаил Чумаков. Сегодня в программе мы поговорим на тему, с каким настроем ребята отправляются на службу в армию и познакомимся с театральным искусством в Крымске. Узнаем, как проходят тестированные наркотики в школах города и не оставим без внимания новинки кинопроката. Миша, смотри, очень кстати, вот он, герой нашего времени. Ты знаешь, я вижу военных и сразу вспоминаю песню. Идет солдат по городу, по незнакомой улице. Кстати, а ты хотел бы служить в российских войсках? Да, я уже думал над этим вопросом. Считаю, что армия – это самая настоящая школа жизни для мужчин. Она закаляет характер, учит ответственность, воспитывает силу и смелость духа. Ты прав, кстати, сейчас идет осенний призыв. Но, к сожалению, некоторые мальчишки не очень хотят служить в армии, поэтому всячески пытаются избежать этой участи. А ведь служить в армии – это модно и почетно. Даже некоторые ребята со школьной скамьи уже готовятся к службе. Да, я знаю. Вот недавно встретилась с Игорем Черновым. Он мечтает стать военным. Свою будущую карьеру он начал еще с ранних лет. Вручение повестки на службу в армию для него стало радостным событием. Как ты получил поезд? Пришел в военкомат, отдал документы, какие-то мне нужны. Дали. Я обрадовался, когда я получил. Я долго ждал. Это было знаменательное событие для меня. Ты как-то готовился к Москве? Ну, я как бы изначально хотел пойти в Новороссийскую бригаду, так как там идет, кроме обычной полосы препятствий, там идет горная подготовка. А у меня она, ну, класс из пятого есть. Занимался отдельно этим. Какие у тебя дальнейшие планы? Отслужить в армии. Следующим летом ехать поступать в Воронеж. Хочу дальше стать офицером. Выбрал для себя призвание. По жизни. Хочу к этому стремиться. А почему вот именно в Новороссийск ты хочешь поступить? Близко к дому. Плюс часть там хорошая. У меня парни знакомые служили там. Говорят, никаких проблем. Плюс ты выйдешь оттуда не просто отслужившим парнем. У тебя уже будет какая-то физическая, моральная подготовка военная. Спасибо большое. Желаем тебе удачи поступить, поступления. Спасибо. Успехов тебе всего. Сегодня радостное событие. Наш призывник, казак Игорь Черненко получил повестку. Игорь давно хотел служить в армии. Готовился к службе. У него далеко идущие планы быть не только служить один год в армию. Но он хочет дальше поступать в военное училище, стать офицером, быть защитником нашего Отечества. Вот такие защитники нужны нашей Родине. Миша, а ты знаешь, что такое налог? Я думаю, это безвозмездно платеж государству для улучшения населения. А зачем ты это спрашиваешь? Я сегодня была на одном очень интересном уроке в гимназии номер 7. Там обучались школьников налоговой грамотности. Что такое налоги и зачем они нужны? Об этом учеников 7 гимназии специалисты налоговой инспекции учат на тематическом уроке. Из чего складываются платежи, девчонки и мальчишки знают уже сейчас и без проблем могут даже их рассчитать. На налоги платятся и жизнь в лору катится. В своей жизни вы уже не раз слышали о том, что существуют налоги, что их платят. И думаю, что каждый имеет как бы свое понятие о том, что это такое. Налог – это безвозмездный платеж государству. Косну государства, который идет на улучшение жизни общества. Урок грамотности налоговики проводили впервые. Своими впечатлениями ребята поделились с нами. Мы с друзьями часто говорим на улице о вот этом вот введении нового налога о собаках. В общем, мы так думаем, что если у нас на улице многие хозяева, они не любят налоги уплачивать. И поэтому, если введут этот новый налог, они просто всех своих собак выведут. А у нас, как там собаки, овчарки, такие вот бойцовские породы большие. Поэтому будет немножко страшновато, если этот налог все-таки ведут и этих собак выпустят на улице. На этом уроке я узнала для себя очень много нового. Мы сегодня рассматривали понятие налога. Я узнала, почему люди не любят платить налоги, почему государство не любит, в свою очередь, тех, кто не любит платить налоги. Я считаю, что такие занятия с учащимися можно проводить как можно чаще, чтобы у них формировалось правильное мнение о различных глобальных проблемах в обществе. Налоги – это важно. Я думаю, очень хорошо, что дети узнают об этом еще в школе. Возможно, в будущем кто-то из них станет налоговым инспектором. Я слышала, что сейчас во многих школах проводится программа «Антинарко». Миша, а ваш класс уже принимал участие в этом мероприятии? Пока нет, но ты права. Многие школы уже прошли тестирование. Кстати, сейчас это идет девятая школа. Предлагаю отправиться прямо сейчас туда. С удовольствием. Сейчас у нас проходит добровольно информированное экспресс-тестирование на наличие наркотических веществ. Проходит во всех школах Крымского района и плюс в средних учебных заведениях. В основном у нас тестируются подростки старше 14 лет. Это 8, 9, 10 и 11 классы. Так как мы уже проводим это мероприятие третий год, мы уже имеем опыт определенный, поэтому сбоев пока у нас нет. Все идет четко. Два дня мы проводим по Крымскому району тестирование. Проведено уже более пяти школ за два дня. Ну, пока наркотических веществ мы не выявили. У вас появилось? Да. Нет? Нет. Я не управляю, потому что я не управляю. Я не управляю, не пью. А ты знаешь, какие пассажиры вам могут быть после употребления наркотических веществ? Марина, а какой нам может снимать? Ну, плохо получается. Ну что, Миша, готовься. Скоро специалисты посетят и вашу школу. А мне бояться нечего, ведь я спортсмен, и у меня нет порядных привычек. Миша, спорт – это, конечно, здорово, но иногда хотелось бы направить себя в другое русло. Заняться чем-то для души, чтобы прям раз порой сердце сжалось. Ой, Лаура, ну ты актриса. Точно, весь мир театр, а люди в нем аксеры, так говорил Уильям Шексперт. Английский поэт и один из лучших драматургов мира. Актерское мастерство – вот чему я хочу научиться. Театральная школа, вот куда мы сейчас с тобой пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Актерское мастерство В Крымске обучают в Центре развития творчества детей и юношества Здесь, в кружке театрального искусства, ребята учатся импровизировать на сцене, играть роли положительных и отрицательных героев Будущие актеры стараются вживаться в разные образы, однако большинство театралов отдают предпочтение все же добрым персонажам Скажите, пожалуйста, какой пьесу сейчас ребята играли? Пьеса у нас очень хорошая, мы разучиваем сказку, называется «Красная шапочка и золотое правило» А вот мы заметили, что сейчас ребята пока репетировали без костюмов, когда они уже будут репетировать костюмы? Ну это у нас идет сырой пока монтаж, идет на генеральной репетиции, будут в детских костюмах Уже себя чувствуют на сцене, как у нас будут и декорации ставить, и все, и они тогда уже в костюмах будут выступать Во время репетиции погас свет, но мы не обращаем на это внимания А с какими ребята занимаются в этой школе? Ну они уже занимаются у нас три года, получается, мы с четвертого класса занимаемся, с четвертый, пятый, шестой класс дети занимаются Три года Ура, свет, далее! А скажите, пожалуйста, какие вы еще пьесы планируете репетировать? Ну у нас, во-первых, надвигается Новый год, Рождество, и мы к этому тоже будем готовиться Сложно ли бывает вам учить текст? Ну, когда как Если сценарий состоит из тяжелых фраз, то учу где-то неделю Но если такие легкие фразы, как в этом спектакле, я выучила за два дня его Какие ваши любимые пьесы? «Красная шапочка» и «Золотое слово» Была пьеса «Масленица» Ну, там «Новое приключение Буратино» А какие вам легче роли играть? Положительных героев или отрицательных? Наверное, скорее всего, легче играть героев положительных, потому что отрицательные и негативные играют на самого человека И положительные легче запоминаются Вы, Даша, будете продолжать заниматься этим? Мы планируем заниматься театральным еще достаточно долгое время Научите, пожалуйста, и нас нескольким приемам актерского мастерства У нас ситуация такая, что вот кто-то забыл текст Как мы делаем? Ну, мы делаем импровизацию С кем мы... кто участвует, тот может запомнить это слово Просто подсказать Ребята, кто из вас хочет стать дальнейшим актером? Я! Ну и последняя рубрика на сегодня, где мы поговорим о новинках кинопроката В те прекрасные времена Когда мужчины были так галантны Что при встрече всегда снимали шляпы А выходя из-за стола Обязательно говорили спасибо Случилась эта история Про четырех друзей А вы не мушкедеры! Вы просто белошвейки! Которых, кажется, звали... Портос И еще Портос И разумеется Порамись Ну и конечно... Д'Артаньян! Соловей слетел на розу Страсти упоен Из шипов не замечая Слился с розой он Вы же голый! Нет-нет, уверяю вас Все было совсем не так Господа, если бы вы знали Как мне нравится жить в Париже ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем пока! До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА